Девушки отдыхают Как? Прототип чистильщиков был изготовлен на основе копии его сознания Учитывая, что ты дружил с оригиналом, я подумал, он считает, что после стазиса его сделали драгуном Как ты здесь оказался, Феникс? Сам Алдарис дал мне указание прибыть на Гласиус и служить тамблиером Это последняя запись в его памяти Конклав приказал продолжать копировать личности наших героев Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой, и ты это прекрасно знаешь Я действую, а не пытаюсь оспорить приказы судей Поразительно А данная оболочка И ячейки сжатого трилля Похоже, он был первым в рамках возрождения древней программы Довольно! Я не для того сражался по воле Конклава Чтобы теперь меня изучали как образец Я тамблиер И я воссоединился с лучшим другом Это лениславный день Конечно, ты прав Каракс, хватит его изучать Феникс, добро пожаловать на борт Копья Адуна Ребят Я... Не, я конечно понимаю, что это не тот Феникс, который был раньше Но, блин Это круто То есть, они убили Зератулу, но, блин, они вернули Феникса Блин, это круто Не, ну, ладно Окей Окей, нет Ну, окей Мы сражались с тобой, клинок-клинку в бесшотных битвах И вот теперь ты ведешь со собой всех бродосов Меня переполняет гордость от этой мысли Меня избрали иерархом оставшиеся судьи и кланы Неразимов И это великая честь для меня Тассадар, должно быть, тоже тобою гордится Тассадара больше нет, Феникс Он пал как герой за свой народ Он спас нас от гибели Что? Это невозможно А Айур оказался во власти Зергов? Да Как долго я провел в Стазисе, пока меня превращали в Драгуна Ты слышал о программе чистильщиков, Феникс? Конечно Копирование сознания величайших тамплиеров Опасные роботы, которых пришлось вывести из строя Их действительно отключили, но исследования в этой области продолжились Мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров Применить древнюю технологию на практике Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты Нас ожидает война Какой еще не знала история Нам потребуется твоя помощь И может быть даже чистильщики Что ж Мои клинки готовы к битве, друг Да Вот как ему теперь объяснить, что он сам является одним из Чистильщиков Окей Новейшие разработки в производстве чистильщиков Соперничают со всеми нашими прошлыми творениями Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала Он действительно обладает личностью Феникса Насколько достоверно? С точностью в 99% Значит, возможно погрешность Крайне незначительная За свою жизнь мы принимаем множество решений Кем бы ты был, даже при такой небольшой погрешности Следи за Фениксом Если он будет помогать нам Я хочу понять, кто он на самом деле Вот-вот 1% и какое-то одно действие в нашей жизни может изменить абсолютно все Думаю Тебе следует избегать физического контакта с ключом, Иерарх Окей, я понял про него Ты мне больше ничего пока не расскажешь Что же нас ждет здесь? Так, ну, в принципе, ничего нового опять-таки не открыли Окей, сохраняем Наши традиции и законы не просто вздор Они помогли нам выжить Далеко не все традиции, как мы знаем, помогли нам выжить И особенно это очень хорошо показывается в первой части Старкрафта Ты слишком порывист, Артанис В твоем возрасте часто совершают опрометчивые поступки А, то есть в твоем возрасте их не совершают Окей Теперь мы можем использовать роботизированные единицы поддержки Итак Нам доступны часовые И мы можем делать либо часовых, либо заряжателей Первые дают нам восстановление щитов, что просто круто А вторые дают нам восстановление Ну, точнее, не восстановление, а ускорение, я так понимаю Да, или что? Увеличивает скорость атаки и передвижение союзников Может транспортироваться Энергетическое поле То есть, короче, мы можем подварпливать через него Слушайте, а вот это вот, кстати, имба даже отчасти Это прям жесткий робот поддержки Да, он не будет нам восстанавливать щиты Но, блин Даже как-то Не знаю Я, наверное, возьму все-таки вот этот заряжатель Потому что мы уже видели часовых, которые восстанавливают щиты Вот И также получает меньше урона теперь То есть, добавили еще одну фишку А сейчас мы будем делать вот такую вот штучку Поэтому первых мы видели, вторые у нас все-таки будут интереснее Мы также не видели дарков, на самом деле Ну, не знаю, я поставлю этих Здесь оставлю другу, ну все, да Все остальное меня устраивает Разведчики докладывают, что войска ОМОНа покаяют одну систему за другой Мы должны планировать нападение с осторожностью Хорошо Держитесь, братья Я вернусь за вами при первой возможности Я сделаю все, чтобы выжить в этой войне Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса Вместо радости я чувствую печаль Говорят, его сразила королева Клинков То, что ты видишь, некое подобие Феникса Но это всего лишь напоминание об ушедшем друге Но его голос, мысли, само его присутствие Он так живо описывает то, что мы с ним пережили Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг Но разум отказывается в это верить Мы неразимы Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний А может, у нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс Живет ли в нем нечто большее? Или это всего лишь жалкая подделка? Нехило ты так как-то о нем отозвалась Ну да, в каком-то смысле он является лишь копией самого себя Ладно, перейдем к следующему заданию Эйрар, я наконец понял, как мыслят Зелнага Для них энергия, эссенция и информация были едины Взаимозаменяемы Гибки Значит, ты извлечешь, исключая информацию, о которой говорил Зератул Да Насколько я понял Она приведет нас на Ульнар Ульнар? Это просто миф О нем говорится лишь в легендах Родной мир Зелнага Я полагаю, ключ укажет нам его местоположение Каким образом? Не может быть Я? Наверное, я ошибся Алтарианский? Это невозможно Ничто живое не выдержит такого буйства энергии Похоже, я подвел тебя, Иерарх Я так не думаю, Каракс Считается, что Зелнага пришли из места, где не может быть жизни Это совпадает с пророчествами Зератула Мы войдем в разлом Подготовь все Алтарианский разлом Многие считали тебя безумцем, Зератул Но ты вновь узрел правду там, где другие были слепы Ключ ведет нас к алтарианскому разлому Туда, где находится Ульнар Родной мир Зелнага Носить твою мантию Моя судьба, друг Я клянусь, что пробужу Зелнага в память о тебе Ну что ж, ребята Мы вернулись к тому, что периодически в русской озвучке, как и в первой части, пропускаются некоторые интересные моменты, типа диалоговых Ну да ладно Ладно, в общем, он там прокричал «тарианский разлом» и... В общем-то, как-то так Нам дадут фениксов и высших темплиеров Круто, круто Немыслимо Нас должно было рассчитывать на атомы Но вот мы на границе между мирами И... невредимы Зератул был прав Это Ульнар Только подумай, Матриар Колыбель жизни, веками сокрытая от чьих-либо взоров Да Но почему? Я бы сказал, что просто так ничего не скрывают, но посмотрим Чудо привело нас сюда Ключ открыл нам местонахождение Зелнага Возможно, Зератул действительно знал что-то полезное Какие тайны мы здесь узнаем? Зератул в это верил Буду верить и я И правильно Трудно поверить, что под нами Ульнар Древний обитель Иханри Расы Зелнага Судьи полагали, что Зелнага покинули Айур Чтобы направиться в подобное пристанище А затем погрузиться во многовековой сон Зератул верил, что артефакт приведет нас к новой надежде Возможно, это надежда Зелнага Если легенды правдивы То Зелнага действительно лежат там в ожидании своих детей Которые пробудят их ото сна Будем надеяться Ну иначе мы сюда пришли просто Не пойми зачем А если здесь Гаракс использовал данные из Гласиуса Чтобы активировать роботов дозорных Найти им оптимальное применение Ну я уже вроде нашел, нет? Больше новых ты мне здесь ничего не показываешь А нет, смотрите-ка показывает Враг должен быть ликвидирован Ох как Врывается в бой, перехватывает наземные войска противника Возрождается после получения смертельного урока Ооо, вот это офигенно Ага, хаги Имбазилки дважды выживают Дважды выживают Офигеть, жесть, жесть Вообще жесть Так, что у драгунов? Нет, 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 ничего А здесь тоже нет ничего Тоже нет ничего Блин, эти имбалансные Все-таки они дважды То есть вы строите одного зелка И у вас за место одного зелка Появляются два зелка Это просто офигенно Ладно, давайте пойдем Солнечное ядро Здравствуй, Иерарх И тебе здравствуй, Каракс Невероятно Но Зератул знал, что ключ Приведет нас в такое место Вот в чем заключалось Основное предназначение Этого устройства Зератул постиг нечто За гранью моего понимания Этого места Просто не должно существовать Оно противоречит всем законам Разрушает все представления Об астромеханике Когда-то я считал Что протасы постигли Все глубины знания Я был глупцом Только теперь я понял Как много всего в галактике Лежит за пределами Нашего понимания Друг Каракс Но это как бы можно было И так понять То есть Галактики довольно огромные Да, то есть Один Такие, ладно Феникс Я вижу, что ты подавлен Прости меня, Иерарх Я размышлял о том Как попался В моих воспоминаниях Имеются пробелы Битвы, описанные В архивах корабля Которые я должен помнить Но почему-то забыл Что ты узнал? В записях говорится Что после моего поражения В Антиохе Меня воскресили В виде Драгуна Однако это тело Явно не тело Драгуна Ты еще не все знаешь, Феникс Но эта правда Может опечалить тебя Я хочу узнать правду Друг Какой бы она ни была Надеюсь Ты найдешь ответы Которые ищешь Вот кстати Если бы он сейчас Вот прямо в данную секунду Сказал ему Что произошло тогда На планете И почему Его больше нет То возможно Мне кажется Что не произошло бы Точно никаких Последствий Почему-то мне кажется Что последствия будут Я могу ошибаться Но тем не менее Удивительно Что создатели Этого устройства Наши создатели Так близко Одна эта мысль Повергает в шок Это да Ключ Реагирует На источник энергии В глубине Ульнара Зелнага Словно зовут Его к себе Хм Не промечиво Или было приходить На зов Ну ладно Ирак Похоже Мы не можем Получать сигнал Находясь Внутри разлома Мы отрезанная Связь Сенсоры Копья Дуна Обнаружили Проход Внутрь храма Наши корабли Готовы Выдвинуться По твоему приказу Ну что Давайте посмотрим Что у нас будет Это выполнение Задание Понятно Уничтож Сверхомощную Призмы Искривление За 10 минут Окей И захватите Небесный Затвор За 6 минут Удерживайте Его до Завершения Задания Оуу, я себе проспилилил какие-то сюжетные моменты, но окей, вам, к сожалению, видимо, тоже Но надеюсь, что это не сильный большой спойлер Здесь покоится Зелнага Если мы хотим пробудить их, нам надо найти способ отворить проход Великий Хранитель, известно ли тебе что-нибудь о храме, покоящемся под нами? Только мифы и легенды Здесь, на Ульнаре, представители избранных рас приходят к Вознесению Чтобы путь открылся, достаточно одного их присутствия Мне кажется, все дело в этих небесных затворах Мы должны их захватить и надеяться, что они откроют нам путь Иерарх, Толдари мы здесь Они берут небесные затворы под свой контроль Я слышу его приказ Не дайте отворить храм Пока они удерживают затворы, тайны храма останутся сокрыты от нас Воины, сразитесь с противником и захватите затворы Победа не дастся ОМУну легко Ну что ж, давайте действительно попробуем не дать ОМУну победить так легко И построим заодно сразу газилку Замечательно Нам можно выйти тут же на второй экспант, я так думаю И уже как-то с этим все делать Теперь в наших звездных вратах можно вызывать фениксы Они очень быстры И могут атаковать противников с дальнего расстояния А можно-то оно можно Но вопрос, нужно ли в данный момент, пока не знаю Пока очень в этом не уверен В любом случае, думаю, что нет Впоследствии-то фениксы здесь очень крутые Потому что у них нет энергии А гравилуч тем не менее действует Причем гравилуч не заставляет феникса удерживать объект То есть он не может вот майн стрелять Он наоборот стреляет И это даже в каком-то смысле читерство Жестокое такое Чуть-чуть Замечательно Ладно, давайте мы с вами сейчас Как можно больше настроим пробок Пока такая возможность есть И тут же выйдем во второй экспант Я думаю, что это нам удастся Крайней мере, нас никто пока не атакует Нам нужно умудриться создать довольно хорошую армию За кратчайшие сроки Где-то минут за шесть, по-моему Я не уверен, конечно, что я пройду так быстро Все это дело, но Захватить, наверное, смогу В принципе, там Нужно довольно небольшое количество Юнитов Поэтому почему бы нет Давайте мы Реведем одну дизельность зондов сюда Не хватает минералов Несмотря на то, что нам пока ручно Нам не хватает минералов Пока зон доедет Минералов будет достаточно Замечательно Не хватает минералов А ты все равно построй Тебе не хватает, а ты построй Это важно Это нужно Ладненько Где скрываются наши враги? Что у нас здесь есть? Давайте поставим здесь Дончик Замечательно И поставим здесь Газилку Замечательно Пока есть такая возможность Почему бы это не сделать Правильно же Великолепно Их хватает минералов Продолжаем подстраивать Наших друзей и дорогих Дорогих сердцу друзей Был бы я Наверное На самом деле В игре Один на один Меня бы уже снили Потому что у меня сейчас нет Никаких Возможности защититься И вот это вот Меня не защитит Давайте построим Часового Точнее Заряжатели Вот здесь назвали Пилоны нам теперь Не так сильно нужны За исключением Одной простой вещи Ладно Пока оставлю пилон Думаю Что он нам еще Может пригодиться Все таки Здесь Здесь тоже Сейчас надо будет Подстраивать И давайте мы Построим Двух зелков Начнем строительство Здесь Улучшение Ускорения Давайте Быстрее 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 Производим Как можно больше Юнитов Вот у нас Так вот Новые Зелки Они Очень Крутые У них Довольно Хороший Урон Как бы идет И при том При всем Они еще Довольно Сильно Нагибают Тем Что Возрождаются После своей Смерти У нас уже Тысяча Виспена Замечательно Давайте возьмем Одну из пробок И построим С вами Оружейку Силы Амуна Направляются К нашему Нексусу Ну я думаю Что я их Немножечко Отобью Наверное Так Ладно Пока с одной Оружейкой Думаю Что Можно поставить Еще билончик Наверное Здесь пока Защищаться Нечем Ну если что У меня Есть чем Защититься Окей Так Мне нужна Вторая Оружейка Тут же Деньги рядом Замечательно Они ничего не Смотрели Нам как таковое Противопоставить Все Круто Все Круто Пробочка Иди сюда Здесь Заказываем Щиты Здесь В принципе Меня устраивает Количество Юнитов Но я Хочу Быстрее Развивать Эту Базу Поэтому Не хватает Минералов Сможем Это сделать Здесь Так Ускоряем Разработку Здесь Пока Оставляем Ярар Алдаримы Развернули Огромную Призму Искривления Если Ее ядро Сходно С нашим То Ее реактор Сделан Из чистого Соларита Если Получится Мы должны Уничтожить Призму И Использовать Ее реактор Для улучшения Нашего Солнечного Ядра Я думаю Это В принципе Возможно Поэтому Да Скорее Мы этим Сейчас И займемся Но Пока Что Поставим Некую Защиту Для Нашей Базы Я думаю Что Нам Тоже Пригодится Все Таки Крути Сделаем Здесь Прилончик Дополнительно Замечательно Отправим Вас Сюда Допустим Еще Одного Сюда Сколько Здесь Получается Еще Одного Рабочего Суда Заме Тщательно Великолепно Так Так Как У нас Накопилось Много Энергии Мы Призываем Еще Один Тлон Чуб И Наверное Сейчас Все-таки Будем Выдвигаться С вами На Врагов Построенный Трагунов Все-таки Я думаю Что Через Них Будем Выходить Интересней И Впринципе Выходим Первое Захваченное Нами Будет Вот 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 Страна Так Я видел Там По-моему Морталов Не Очень Хорошо Мортал Довольно Сильный Противник Так Я Конечно Понимаю Что Зелки Это Важные Цели Но Нет В данном Случае Я хотел Уничтожить Сначала Призму А потом Уже Все остальное Потому что Призма Мне могла Быть Довольно Сильно Насолить Как только Мы разделаемся С войсками Омуна Наши Воины Должны Будут Санять Позиции Возле Затворов И Получить Контроль Над Ними Хорошо Без Проблем Без Проблем Моя Дорогая Замечательно Сейчас Нам нужно Уничтожить Сначала Иммортала Скорее Уничтожайте Пожалуйста Воздух Подняли Иммортала И почти Не принесли Никаких Потерь Замечательно Устанавливаем Здесь Пилон Этот Затвор Теперь Наш Судя По Энергетическим Возмущением Храм Откроется Как только Мы захватим Остальные Четыре Затвора Замечательно Так Продолжаем Развитие Базы Где у нас Здесь Наконец Отдыхающая Пробка Есть Нет Отдыхающих Пробок Видимо У нас Нет Наша Задача Как можно Быстрее И Лучше Защитить Вот это Место Естественно Удержать Все Что Здесь Есть Надеюсь Я успею Это Сделать По идее Должен Так Подвигаем Войска В сюда Завершена Ищем Нашу Бегущую Куда-то Пробочку Где Где Кстати Говоря Вот Она Уже Уже Связа Рипера Что Нашел Да Видать Рипера Нашел Где Скрываются Наши Так Давайте Бегом Настало Время Битвы Я Звездный Охотник Отлично Отлично Замечательно Все хорошо Берем газ Кстати Почему бы не взять его Тихонечку готовимся К наступлению Сюда Уже Наверное У нас ничего особо Интересного Такого сложного Нету По идее Помним Что мы не можем Поднимать К сожалению Некоторые Объекты Не все Но некоторые Ставим здесь Пилончик Замечательно Так Где у нас Пробочка Отдыхающая Давайте Поставим Здесь Оборону Довольно Дорого Да Не спорю Но Оно Того Стоит Потому что Мы не знаем Что сюда Может прийти И надо Так бы Все это Дело Защищать Тут же Мы Ставим Оборону Здесь Такую Же Плюс Это дает Нам Дополнительные Пилоны Что Не может Не радовать Если Прогуляемся Пока Что Дальше Замечательно У нас Какой-то Грейт Сделался Великолепно Продолжаем Развитие Базы Я думаю Хотя нет Стоп Здесь Нужно Только Три Два Шесть Все Сойдет Смотрим Что у нас Делает Трубочка И смотрим Что у нас Вот здесь Вот Мне Интересно Воины Отступите От вражеской Базы Мы Должны Сосредоточиться На небесных Затворах Ну Окей Раз ты Говоришь Что вражеская База Для нас Не важна Я тебя Послушаю Друг Мой Отлично Великолепно Все хорошо Все замечательно Так И где-то сейчас Как раз Должны Получается Дать Что-нибудь Полезненькое Блин Ну Изделок Который Так Я вижу Там танки Это Не очень Хорошо Что у нас Здесь Здесь у нас Пробочка Замечательно Давайте Мы Поставим Как здесь Тоже Так Вот Сделаем Сделаем Здесь Сделаем Здесь И Сделаем Здесь Здесь И как Здесь Например Эдмод будет Хорошо Так Готовы Наступаем Наступаем Ребята Наступаем 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 Попутно Давайте Мы сейчас Здесь все сделали Все вроде бы Хорошо Вступаю В бой Так Надо пара Фениксов Еще поставить Быстренько Давайте Сделаем Гейты Нам Нужно Больше Гейтов В идеале Штук 4 Просто Замечательно Я был бы этим Абсолютно Доволен И мы Ставим Здесь Пилон Будьте Будьте На Страже Слуги Омуна Попытаются Захватить Затвор Какой Из Здесь Вроде Все Хорошо Здесь Тоже Фактически Достоилось Вступили В бой Нет Видите Все Хорошо Так Пробочка Давай Ты будешь Как-то Аккуратно Перемещаться Не 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 Пожалуйста Наглые Стражи Омуна Отлично За счет Звуков Мы Получаем Все Что Нам Нужно Улучшение Завершилось Улучшение Сделаем Грейт Сюда У нас Застроились Врата Замечательно Хуже Переделываем Великолепно И Все У нас Две полна Прокаченных Базы Здесь Защиты Есть Тут Защиты Есть Все Хорошо Пробочка Давай Строй Пожалуйста Пилоны Вот здесь И здесь Я думаю И давайте Сделаем Так 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 Ну просто Пока что К сожалению Мы можем Построить Только Здесь И здесь Я думаю Что сейчас Мы построим Еще одну Пушку Вот здесь Минимум И еще Одну Батарею Щитов Даже Три Можно Построить И Сделать Вот так Вот Например Замечательно Продолжаем Дальше Путешествие Наше Постраиваем Немножко Юнитов Смотрим Что У нас Здесь Есть Вообще Замечательно Тапушки Избавились Все Хорошо Смотрим Что у нас Здесь Есть Великолепно Пушки Минус И Тоже Минус Так Хорошо 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 Мне нравится Меня Все Устраивает Так Давайте Подстроим Здесь Отлично Уже Шустрее Идти Вот К этому Месту Отлично 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 Проходим Вперед Не даем Не подварпить Ничего Хотя Это Чувствую Долго Будет Проще Нам Минусовать Их Тупо Отлично Минус 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 Великолепно Так Сделаем Готово Я транспортирую груз на борт Для его дальнейшего изучения Делаем раскладочку Складываемся обратно Вот это вот сейчас будет Epic fail Запомните ребята Если вы сделали раскладку юнитов Не складывайте призму Ну не призналась заряжатель Дайте вашим юнитам создастся Замечательно Замечательно Просто великолепно Мне абсолютно это понравилось Можно взять газ В принципе тот который дальше Но я думаю что он мне Особенно не пригодится Давайте Как-то подходим вот сюда вот А ну правильно Я конечно молодец Я думаю что-то как-то мало юнитов Давайте мы еще раз Разложим заряжателя Один заряжатель Здесь до сих пор есть В принципе одного заряжателя Нам вполне себе хватает На самом деле Давайте подстроим немножко Этих ребят Подстроим звуков Подстроим Еще призмы Чуть И подстроим естественно Драгунов Все замечательно Просто я Я просто издеваюсь Над драгунами Простите Драгунами пожалуйста Да вроде здесь все нормально Здесь вроде тоже все нормально Так все На этот раз ты можешь сложиться Отлично Пойдем все в бой Быстро захватим это место Телепортация завершена Замечательно Давайте Не носим все Все Просто великолепно И захватив эту базу Идем на последнюю Тем временем Берем быстро пробку Перемещаемся вот сюда Надеемся что здесь Никто ничего у нас не захватит Поставляем маленький отряд Вот здесь пока что Потому что у меня есть Телепортация завершена Пробочка может Ага Пробочка застряла Замечательно Нет Феникс Слишком рано Нелезбит Слишком рано Слишком рано Подходим чуть-чуть Сюда Этих юнитов Оставляем пока здесь И давайте разложим Быстро сюда Прилетим Нашими дополнительными Юнитами Враг увидит На что вы Лаба Они не успели Захватить все это дело Боже Что вы делаете Зилки Почему без моего Командования Так купите Поднимаем танк Я сказал Подымаем танк Фениксы Не скрываются Наши враги Фениксы не хотят Подымать танк Все по идее Я не знаю Сколько прошло времени Серьезно Все пять затворов Под нашим контролем Иерарх Проход в храм Открывается Похоже Войска Амуна Отступили Я чувствую Лишь абсолютную Тишину Внутри храма Значит Мы преуспели Скоро мы узнаем Что приготовила Нам судьба Замечательно В общем Это победа И мы единственное Не сделали Ни сверхмощную Призму Искривление Менее чем За 10 минут Ни захватчики За 6 минут Затвор Небесный Удерживать Его до завершения Задания Ну то есть Там любой затвор Мы захватываем И удерживаем И здесь За 10 минут Мы тоже не сделали Но это Ачивочки Это не сильно важно Поэтому все нормально Но в итоге Мы сделали Эта миссию За 18 минут В общем ладно Всем спасибо за внимание И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok